Дальше, следующее, покаяние. Смотрите, какая идет последовательность. Слушайте внимательно. Первое. Я раскаиваюсь в том, что я кого-то обидел. Сначала беру на себя такую аскезу. Каждое утро во время молитвы, как это делать? Человек молится. И во время молитвы мы думаем о святости. Больше ни о чем не думаем. Но или перед молитвой, или после человек говорит, я это посвящаю тому человеку, которого я обидел. Вот эту молитву. Я хочу, чтобы у него все хорошо в жизни было. А себя считаю виновным. Не надо сильно много думать, что я виновен. Надо думать о том, чтобы контактировать со святостью. Иначе я все время о себе думаю, получается. То есть надо сказать себе, что я виновен. Потом Бог вам даст знание об этом. После молитвы почувствуйте, в чем вы виноваты. И когда вы с этим соглашаетесь, в чем вы виноваты перед этим человеком, это и есть раскаяние. Согласие со своей виной. Это называется раскаяние. Принятие. Я согласен, что я виноват вот в этом, в этом. После молитвы это почувствуется. Дальше. Это первая ступень. Слушайте внимательно. Когда человек долгое время способен прощать и просить прощения, после этого у него появляется сила отказаться от вредных привычек. Это тоже покаяние. Это та же самая, только следующая ступень. А потом, когда он уже отказался от вредных привычек и дальше продолжает прощать, просить прощения, он способен изменить свой характер, такой становится человеком. А это еще тяжелее, чем раскаяться или бросить вредные привычки. Следующий метод — это защитные силы. Защитные силы могут быть крестик, допустим, на теле. Может быть, какой-то предмет, который вы носите со святого места, с собой. Это очень сильно помогает тоже. Могут быть камни какие-то там и так далее. Но я не хочу сейчас об этом сильно говорить. Давайте теперь я с вами поговорю о самом главном. Самое главное, две вещи самые главные — это общение с возвышенными людьми, слушание лекций, общение, ходить в те места, где духовная практика совершается, и молитва собственная. Вот сейчас я буду вам рассказывать про молитву. Как это происходит, что это за сила такая, как она действует. Вам интересно? Нормально? Есть несколько типов молитв. В зависимости от того, насколько человек развит, продвинут. Они бывают разными. Первый тип молитвы — это молитва, которая составлена своими словами. Второй тип молитвы — это каноническая молитва. Молитва, которая составлена не мной, а святым человеком каким-то. Когда человек развивается духовно, ему лучше выбрать молитву, которая составлена самим собой. Лучше ему самому просто решить, как он будет молитвой. Сам себе составил молитву. Когда человек только развиваться начинает. Когда человек развился, ему лучше выбрать ту молитву, которая составлена святыми людьми. Бывают молитвы, когда человек что-то просит, они делятся на два вида. Первый вид молитвы — это когда он просит для себя какого-то блага. Второй тип молитвы — это когда он просит для себя духовного развития. И при этом неизвестно, что это даст. Допустим, я прошу духовного развития. Неизвестно, что получится. Например, у меня был такой интересный эпизод в жизни. Я вот как раз перед стрессом. Я где-то полгода читал молитву. Есть одна царица такая возвышенная, царица Кунтия. У нее есть одна молитва. Ну, на санскрите я не буду читать, на русском так переводится. «Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы я вновь и вновь мог помнить о тебе». Ибо помнить о тебе, то есть о Боге, это забыть полностью про все, что существует в этом мире, погрузиться в духовную реальность. Такая молитва. Ну, то есть она призывает беды, эта молитва. Что именно в этой беде, в страданиях, человек помнит о Боге лучше всего. Ну, я к этому времени уже сильно загордился собой, вот такой уже пик. Такого была гордость. Я читал лекции долгое время уже. И вот я начал полгода эту молитву читать. Господь услышал молитву. И, поверь мне, жуткие просто страдания на полтора года. Я мучился конкретно. Я больше не читаю эту молитву. Мне достаточно, хватило. Потом я знал, что это молитва для отреченных людей, для монахов предназначена, не для простых людей. Поэтому выбирайте молитву по своему карману, так сказать. По своей возможности. Итак, есть молитвы, когда человек просит. Это молитвы совсем, когда плохо. Вот человек не может уже, ему совсем плохо, дурно. Ему надо просить, но лучше просить духовного знания, чем просить машину, жену, мужа. Потому что, когда человек просит у Бога, он молится, чтобы ему Господь это дал, то эта молитва, она срабатывает. Но лучше, чтобы она не срабатывала. Потому что фактически, вот честно хотите, я вам скажу, эта молитва означает проклятие. Потому что Бог и так знает, что нам надо дать. Он просто дает тогда, когда человеку лучше всего это подходит. Но если человек требует у Бога, Бог даст. Но потом не унесешь. Понятно, да? Сейчас я вам все расскажу. Не волнуйтесь, все будет нормально. Ваши желания все будут удовлетворены сегодня. Слушайте внимательно дальше. Есть один секрет определенный. Если вы поймете, у вас все будет хорошо в жизни. Есть второй тип молитв. Это молитвы, которые соединяют человека с Богом двумя способами. Есть имена Бога, которые указывают на Его Личность. Такие как Аллах, Иисус Христос. Если в молитве есть это имя, и ты просто произносишь Его имя, то эта молитва приводит тебя к любви к Богу. Это самое лучшее, что можно в жизни вообще иметь. Потому что когда ты любить Бога начинаешь, Бог наполняет тебя тем же самым. И все в твоей жизни, что есть, все сбывается, все осуществляется. Это самая лучшая молитва, которая тут может быть. А молитва, связанная с Личностью Бога. Но есть еще другие имена Бога, которые не указывают на Личность, а указывают на Его положение. Допустим, Всевышний, Господин, Господи. Понимаете? И так далее. Эти молитвы тоже хорошо читать. Но похуже, чем первые. Потому что когда мы на Его положение указываем, мы тоже чего-то такого хотим. Мы хотим Его силы какой-то. Но это тоже нормально. Это хорошая молитва, когда в них звучит Господи, Господин, я хочу покровительства Твоего, я хочу в Твоем Царстве жить, я хочу под Твоей силой находиться, а не под Своей. Тоже нормально, хорошая молитва. В общем, любые имена Бога, когда человек произносит, это очень благоприятно. Главное, чтобы эти имена Бога произносились для Бога, а не для меня. Потому что есть два варианта таких молитв. Один вариант, когда человек молится просто, произнося имя Бога, для того, чтобы Его любить, и вообще ничего не просят, кроме этой любви, он просто произносит имена Бога и думает о Боге. И второй тип молитв, человек восхваляет Бога, Богородице, Девы, радуйся. Он радует, радовать Бога хочет, а не себя. Когда человек радует Бога, что получается? Бог радует человек. Пытайтесь понять, что молитва означает, что я вступаю в пропасть, я отвлекаюсь от себя, говорю, что, Господи, Ты радуйся. Еще какой результат? Он дает мне радость в мою жизнь. Обмен идет такой. Запомнили типы молитв, основные? Есть еще другие разные молитвы, но они не имеют большого значения в жизни человека. Есть молитвы, которые могут вызвать дождь, допустим, или вылечить человека. Это тоже все хорошо, но они менее эффективны, потому что ты просто начни... Вот смотри, сейчас объясню, как желания человека выполняются. Ты молишься Богу, радуя Его, произнося Его имя, радуя Его. И потом, когда ты все это сделал или до этого, надо сказать просто, вспомнить, допустим, своего мужа, своего ребенка и сказать, это все для них. И это сразу все, что ты сделал, вся эта сила твоей души сразу туда пойдет. Просто от одной такой мысли. Не сомневайтесь, что это так работает. Мысли человека абсолютную силу имеет, особенно в отношениях с Богом. Сказал для них, значит для них. Все, вариантов нет. Можно вспомнить человека через память. Просто вспомнили человека и силу своей любви к Богу передали через эту память этому человеку. Но если вы постоянно вспоминаете человека во время молитвы, вы контакта с Богом не установите. Потому что в это время вы своими силами пытаетесь человеку помочь. Поэтому вы постоянно о нем вспоминаете, что Богу не доверяете этот вопрос. Надо забыть про человека, который нуждается в помощи. И думать о Боге в это время. И так как вы точно с ним связаны, с этим человеком, потому что вы ранили его эту молитву и затеяли, значит туда сила пойдет обязательно. Не сомневайтесь в этом. Например, когда я повторяю, я желаю всем счастья для вас. Я в это время очень сильно думаю о своем наставнике и слушаю голос, который звучит. И в это время я просто знаю, что это все для вас делается. И все. Вот это знание на заднем плане достаточно. Не надо погружаться в проблемы людей, потому что я погружаюсь в проблемы, я своими силами должен их решать. но если я просто думаю о Боге и поклоняюсь своему наставнику, если я знаю, что это для вас, значит это будет для вас. Поняли, как все работает? Какие ошибки? Ошибки такие. Человек не может сосредоточиться на святости, он сосредоточивается на проблеме. Теперь, если вы все-таки чувствуете, что молитву надо посвятить не сыну, не мужу, никому, а вот именно себе, то есть плохо мне сейчас, никому-то другому, а мне плохо, мне нужна помощь, тогда вообще не парьтесь. Все очень, в этом случае все очень просто. Вы просто молитесь Богу и пытаетесь забыть про себя. В тот момент, когда вы забываете про себя и думаете только о Боге, в это время все решается внутри, потому что есть только два действующих в сердце. Я действующий и Господь действующий. Два действующих. Когда один действующий из сердца ушел, это я, туда приходит другой действующий, который наводит там порядок, потому что истинный действующий, только Господь. А я на самом деле просто глупец, который делал вид, что я что-то могу делать. Понимаете? Если человек забывает про свою судьбу, дальше немедленно в это время Господь о нем вспоминает. «Моя глупость не действует на Господа». «Моя глупость не действует на Господа». «На Господа ваша глупость?» «Да». «Нет». «Нет». «Да как она на него подействует? Он же солнце. Ну что для солнца ваша глупость? Он огромный, у него очень много любви. Все переваривает, ничего нет. Вы его частичка Бога. Вы его ребенок, вы дочь. Он вас любит очень сильно. Но вы не мешаете сами себе ему общаться с ним. У вас нет возможности, потому что вы думаете о себе сами. В этом ошибка главная человек в этой жизни. Пока человек думает о святости, святость думает о нем. Как только он сам о себе начал думать «До свидания». Хочешь сам о себе думать, думай. Бог всегда позволяет все делать, что мы делаем. Запретов нет в этом мире. Мы естественно думаем сами о своей жизни в течение всей жизни. Но во время молитвы надо про себя забыть. Именно в это время и будет решаться ваша судьба. Три стадии победы над судьбой сейчас. Три стадии победы над судьбой. Первая стадия спокойствие в сердце. Признак того, что хватает счастья на всех. Вы связаны нитями со своими родственниками, с друзьями, с событиями, с вашей жизни. Вы во время молитвы, после молитвы вот здесь спокойно стало. Это значит, вам хватает счастья сейчас на всех. Все ниточки наполнились силой счастья. Знайте, что это именно так. Потому что я изучал это на себе. Я знаю, как это работает. Я чувствую эти ниточки. первая стадия спокойствия в сердце, значит, ниточки наполнились счастьем. Все. Вы уже пошли побеждать судьбу. Ваше сердце уже делает все, что нужно для всех. Вы наполняетесь нужной силой. Вторая стадия у вас есть объект страдания. У каждого человека есть какой-то сильный объект страдания, если он в стрессе находится, который постоянно его душит болью изнутри. На второй стадии вы, когда наполнились спокойствием, вы можете начать пытаться вспоминать этот объект страдания. И в этот момент вспоминания вы увидите, что вспоминать стало легче и такой большой боли помнить об этом объекте страдания уже нет. Это вторая стадия. победа над своей судьбой. И третья стадия. Вы уже начинаете желать счастья этому объекту страдания, уже контактируют позитивно с ним, а не негативно. И в конец знаете, что происходит? Чудо происходит. Этот объект страдания перестает существовать. Муж возвращается или Бог дает другого. Человек исправляется, то есть пьющий перестает пить. То есть это прямо на глазах происходит у вас чудо на третьей стадии победы над судьбой. Но первая стадия всегда происходит изнутри. Какая основная ошибка любого человека всегда бывает? Ошибка такая. Если мы испытываем боль, мы пытаемся сразу сконтактировать с объектом нашей боли. Печень болит, лечим печень. А что надо лечить? Гнев. Гнев вызывает боль в печени. Понимаете, для того, чтобы понять, что гнев вызывает, надо сначала успокоиться. Когда человек спокойным становится, ему Бог дает знание, что надо делать теперь с собой на второй стадии. А потом только третья стадия это печень уже. Если меня мучает близкий человек, я на него начинаю наезжать. А это уже все, цикл завершился, туда лезть не надо. Это тебе не поможет. Надо возвращаться назад в сердце, молитве успокоить сердце, потом светлую память устанавливать по отношению к этому человеку, и потом у него все поменяется. Простой пример. Ребенок получил двойку. Что делать? Ничего не делать. Получил, получил. Садимся утром, молимся, думаем о Боге, о святости. Не думаем о ребенке вообще. Думаем о святости. Кланяемся святыне. Я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. Это ты все сможешь помочь мне в сердце, я сам себе не могу. Слушать духовный голос того, кто молится, настраиваться на этот голос. Очистить себя от в сердце напряжения и боли, потому что это признак невежества. Жить в напряжении и боли это признак незнания и невежества. Надо убрать из себя боль изнутри. Думать о святости, слушать голос, потому что я должен войти в эту атмосферу любви, я должен наполнить себя этой атмосферой. Когда наступает спокойствие в сердце, следующий этап, я дальше в молитве думаю, это для моего ребенка. И начинаю опять поклоняться Богу, и в какой-то момент я начинаю чувствовать, что у меня к нему хорошее чувство. Я переварил двойку. Я спокойно отношусь к этой двойке, и в этот момент вместе с чувством, что я спокойно отношусь, приходит знание, почему он получил. Я догадываюсь причину. Потому что к вашему сведению 80% причина не соответствует тому, что вы думаете. Потому что мы часто думаем, что ребенок получил двойку, потому что он скотина. а причина может быть совсем другая. Например, он болен сейчас, и мы не знаем об этом. Или у него тяжелый период идет жизни, или он просто не нужно ему этот предмет вообще учить в жизни. Он ему не понадобится. Это не его природа вообще это учить. И он поэтому не учит, что он не понимает там ничего. И Бог его не ведет туда, в эту сторону этого предмета. Надо наоборот обратить внимание на что-то другое. Знаете, есть тысячи причин, кроме вот этой одной, которая в сердце приходит из-за боли. И когда я уже успокоился и правильно отношусь к ребенку, я сажусь рядом с ним и говорю, вот интересно, как ты сам считаешь, почему ты получил двойку? Расскажи. По-доброму. По-доброму надо сказать, это по-доброму. И знаете, что интересно, он сначала будет бояться, а вы ему да помогите сказать. И он будет вам рассказывать, почему он получил двойку. Он скажет, учительница такая там не очень, я ее не люблю, и поэтому я не люблю учить этот предмет. Это будет чистая правда прямо. И эта правда очень важна, попытайтесь понять это, когда человек не любит кого-то, он не может перенимать знания. и даже если действительно вот это слово действительно так, попали в 20%, то даже в этом случае, если вы по-доброму с ним поговорили, вы можете по-доброму также ему об этом и сказать. потому что в этом случае, если вы по-доброму скажете, это войдет в его сердце, он поймет, что это правда. вы так говорите, что он учитель не знания и не учитель не о знания. А это вообще безумие думать, что знание оторвано от учителя. Никогда знание не бывает оторвано от учителя. Знание передается только через учителя. Поэтому если учитель хороший, он передаст знание плохое не передаст. Любите меня, мои слова, любите мои слова без меня. Учитесь. Я сейчас буду здесь вытворять что хочу, а вы любите то, что я говорю, учитесь, любите. Вы не сможете, это невозможно. Невозможно отделить знание от человека, не отделяется. Это все вместе. Можно спросить, если постоянно спорить с учителем и учителя, ребенка и родителей? А почему? Первая стадия. Я сажусь перед алтарем. Молюсь. Успокаиваю сердце. Вы хотите, чтобы я за вас сейчас эту работу проделываю? Меня спросили. Я за вас проделываю сейчас эту работу. Сажусь перед алтарем, молюсь. Я молюсь сейчас за вас. Молюсь, 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 молюсь. Сердце должно спокойствие. Пришло спокойствие. Во время этого спокойствия мне пришел внутренний ответ. Ответ такой, что она сама очень жестоко себя ведет с мужем, со своим, и в этом ребенок ведет жестоко с учительницей. Правильный ответ или нет? Вы не знаете? Я не знаю, если у меня муж... У вас, у вас. Кто, чей ребенок-то? Мой ребенок. Ну? Но он спорит со всеми. Ну, я вам ответ дал сейчас. Я правильно услышал? Ответ такой, что ваша жестокость к мужу привела к тому, что ваш ребенок сейчас жестоко ведет себя с окружающим. А как вы к ним относитесь? У вас хорошее отношение. У вас хорошее отношение? Угу. Значит, это было в прошлом у вас когда-то? Я не знаю. Ну, то есть, это пришло из прошлого. Ну, то есть, ваш ребенок вам отрабатывает вашу судьбу сейчас так, такие поведения? Ну, поймите, что вот ваши вопросы ко мне о своих детях вам не помогут. Ну, потому что я сейчас за вас делаю то, что вы должны делать. Вы должны сами садиться, молиться и получать ответы в своем сердце. Олег Геннадьевич, разжуйте мне, пожалуйста, мой бутерброд. Вот вы разжували, теперь мой. И мой бутерброд разжуйте. Давайте, Олег Геннадьевич уже жевалка, устал просто. Давайте слушать, как самим жевать уже. больше контакта со святостью. Значит, нет, вы контактируете, прям чувствуете счастье от иконы, от алтаря идет, чувствуете счастье, прям радость, молитвы или нет? А? Значит, объем большой. Я вот сейчас почувствовал объем большой работы. Надо больше трудиться, пока спокойствие не придет настоящей глубокой в сердце. Ответа не будет. Первая стадия глубокое успокоение. У вас сейчас неуспокоения же нет, правильно? Поэтому ответа нет. Сначала глубокое успокоение, потом легче воспринимать ситуацию и после этого ответ уже. Что с этим делать? Понятно? Система. А это не могут как духи? Духи всегда есть, но не надо о них думать. А это думает? Тот, кто думает о духах, положительно или отрицательно, несомненно, контактирует не с Богом, а с духами. Поэтому они есть и есть, пусть сами в своей жизни живут, а мы думаем об алтаре. Когда человек о Боге думает, вся тьма уходит. Духи связаны с тьмой, с темным миром. Мы думаем о Боге, свет приходит в нашу жизнь, там уходит все. Не надо думать о тьме. Когда люди вам говорят, вас сглазили, испортили, там все прочее, не слушайте их, это бред. Ничто не может быть сильнее Бога в отношении с Богом, ничто не может быть сильнее правды. Зло никогда не управляет этим миром, это все бред. Этим миром управляет только Бог, справедливость и чистота. Если вы думаете чистота, вся грязь уничтожается. Но она будет нас испытывать грязью. И есть нашу жизнь через бабок, которые будут тебя сглазили, тебя сглазили, испортили. Не слушайте их. Они вас и сглаживают, эти бабки все. не подходите, не берите консультацию, не слушайте, не портите свои мозги. Это неправильная информация. Человек является сам причиной своих страданий. Больше нет никаких других причин. что делать, если отвлекаешься во время молитвы? Отвлекаешься? Ничего не делайте. Если вы отвлекаетесь, значит, вы не заняты. Я это делаю так. Я слушаю, молюсь вместе со старшим. Если сам не занят, я не чувствую, как молиться. Я вместе со старшим молюсь и сразу становлюсь занятым. Я думаю о нем в это время. Если вам неком думать во время молитвы, поэтому вы отвлекаетесь. Или ваша судьба действует внутри вас во время молитвы, или память о чистом и светлом. Два варианта всего. Если у вас своя память не включается своими силами, помогите себе с помощью голоса старшего. Включите его молитву и с ним молитесь. Тогда вы не будете думать ни о чем, потому что его память будет сильнее вашей судьбы. Его связь с Богом будет сильнее вашей судьбы. Если своими силами не можете что-то сделать, сделайте с чужими. Но гордость мешает с кем-то молиться. Я сам. Ну хорошо, сам тогда, сам, нет проблем. И так видите, победа над жизнью происходит в результате вот этой практики. То есть ум, он всегда действует, он всегда ищет чего-то новенького. Ум. А разум всегда бьет в одну точку. И жизнь, побеждающая судьбу, означает делать одно и то же, бить в одну точку. Каждое утро одна и та же молитва, одна и та же святыня, одно и то же действие. С каждым разом все сильнее и сильнее. Но начинать нужно со слушания. Давайте сейчас будем тренироваться. Я сейчас вам буду природу звука объяснять. Природу звука сейчас вам буду объяснять, как он, как передается звук от одного человека к другому, стадии передачи звука. Вам интересно? Да, очень интересно. Очень интересно. Тогда слушайте. посмотрите. Сейчас я повторяю сам. Я желаю всем счастья. Я вчера вам показывал, да? Ну, опять еще раз повторим. Потом я повторяю вместе с кем-то. Но мы сейчас дальше пойдем, будем изучать дальше с помощью молодого человека. Я желаю всем счастья. Я сейчас оперся на этот звук. Опирался на него. Сейчас слушайте. Я желаю всем счастья. Я опираюсь сам на себя. В тот момент, когда я опираюсь сам на себя, мысли выходят изнутри. Моя судьба. Есть еще один способ опираться на память без звука. Когда я очень сильно люблю святость, я могу во время молитвы опираться на нее через свою память. Это могут делать только те люди, у которых очень устойчивая сила духовная. Все остальные не могут этого делать. Поэтому те, кто начинает развивать себя, лучше всего с кем-то молитву читать, а не с маму. Выходите. Конечно. Давайте нам микрофончик. Потому что люди же не поверят мне, я же могу их обмануть, а вы не обманете. Потому что вы честны. Смотрите, сейчас у нас будет эксперимент. А вы слушайте. Это для вас эксперимент. Потому что он уже молится, он знает, как правильно. Мы не знаем. Сейчас будем учиться. Вам надо сейчас очень сильно сосредоточиться и от всего сердца пожелать всем счастья. Повторять. Я желаю всем счастья от себя. От самого себя. С любовью и силой внутренней, сколько у вас есть. А все слушают и смотрят, как на них действуют. Он будет повторять, а вы действия слушаете. Изучайте. Повернитесь к ним. Здорово. Повезло вам, повезло. Представляете, как можете. Всем счастья пожелать. Давайте. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо. Кого мы спросим, показывайте. желтенькую вам надо просто отвечать на мой вопрос хорошо у вас вот здесь спокойствие появилось честно ну почти вот здесь да появилось вспомните события не говорите ничего сейчас вспомните что вас что страдание вам легче вспоминать это вторая стадия видите а вот от сердца не от ума от сердца честно вы уже чувствуете что все будет хорошо или пока нет честно сердцем чувствую а умом понимаешь что пока не хорошо видите она дашь дырку сделала в третьей стадии потому что если бы она пролвала события она по-моему уже понимала что все хорошо было бы вообще все хорошо видите она первую стадию прошла чуть-чуть туда вороночку первую стадию сделала еще меньше вороночку вторую и так туда дырочку третью молодец кого дальше спрашивают с жильёным шарфиком с жильёным шарфиком с жильёным шарфиком вы поворачивайтесь спокойнее в сердце встал да и жизнь почувствовала о видите вот когда человек точно очень сильно чувствует он это в эпитетах еще делает и прям точно сердце как бы жизнь в сердце почувствовала супер первую стадию прошла хорошо молодец вспомните события ну или пострадания вспомните страдания вспомните страдания ну да полегче вспомните события не бойтесь вспомнить сейчас я смотрю так спокойно видите она боится даже вспоминать ну мне сейчас лучше стало вам вспоминать легче или так же честно я пока не понимаю но боюсь не хочу вот если не так спать а у вас у меня сейчас лучше я боюсь сейчас вспомню нет не бойтесь сейчас я приказываю вас вспомнить вы не знаете свою судьбу легче вспоминать стало ну как мне так ушел вспоминать легче чем раньше более меньше когда вспоминать видите она боится не боится даже жить боится жить а вот чувствовать сердцем получится все хорошо будет сердцем сердцем да надежда появилась надежда все видите то же самое она прошла вот эти просто она даже боится на вторую дергаться такая тяжелая судьба такая что она боится даже туда лезть сознание а лезть придется же все равно это же моя судьба куда от нее денешься так кто там говорил еще как вот сильно хочется желтым воротничком потому что она и желала счастья надо узнать результат где это хорошо надо обязательно верить учиться верить все спокойнее спокойнее стало ну совсем такое большое какое большое но что-то же говорить не хочется представить как классно наполнился человек наполнится вспоминайте память о событии так легче вспоминать или так же у меня сегодня уже вечером так легче вспоминать еще а сейчас до этого а сейчас а вот в сердце настройтесь на свое сердце там чувствуете проблеск в конце туннеля свет что будет облегчение вам придет жизнь чувствуете чувствуете представляете все мы вытворяем здесь какие вещи происходят не одна женщина вот так пожелала всем счастья пришла она рассталась с мужем два года с ним не виделась не созванивались она села на кресло к себе и в это время звонок она поднимает телефон муж звонит говорит я хочу с тобой встретиться она пошла с ним разговаривать потом вернулась назад и нам передала новость она все это почувствовала сначала вот эти все стадии и что почувствовала что все будет хорошо и в этот момент он звонит не заставился долго ждать спасибо вам все мои хорошие мы выполнили я уверен что давайте сейчас быстро всем остальным чтобы оценка оценка ситуации всем остальным поднимите руку кому стало спокойнее в сердце все остальные поднимайте руку все вы поднимайте все кто здесь стоит можете вы поднимать то же самое в зале поднимите вспоминайте события вспоминайте вот опускайте руку вспоминайте кому легче вспоминать ситуацию поднимайте руку а кто не почувствовал что проблеск появился в ситуации поднимите руку кто не почувствовал все обязательно почувствуйте я благословляю подойдете ко мне я вам пельсинку дам а теперь вот та женщина которая села туда на стол на стул не захотела здесь стоять я потому что лично ей посвящал молитву можете мне отозваться вам легче стало а пока нет чуть-чуть это чуть-чуть вы должны теперь вспоминать каждый день хорошо потому что вы сейчас находитесь в шоке и вам это чуть-чуть вот как капля воды будет все мои хорошие сейчас цветы апельсины и ваша домашняя работа в слушании лекции дома уже спасибо вам и подождите